Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня наша беседа будет такая, немножко морская. И речь пойдет о прекрасном цветке дельфиниуме. Дельфиниумы бывают разные. Они бывают как однолетние, так и многолетние. И основная, конечно, окраска цветка, его, так сказать, первородная окраска, это цвет синий, фиолетовый и оттенки этих окрасок. И, конечно же, они в наш сад приносят такое доминантное яркое пятно. Многие в выращивании дельфиниума сталкиваются с определенными трудностями. И очень часто можно слышать о том, что напрасно покупаем семена, они все невсхожие. И, казалось бы, да, в чем здесь причина, в какие противоречия вступают эти бедные семена с человеком. От природы, какой бы вид мы ни взяли, дельфиниум замечательно завязывает семена. Если вы наблюдали за этим растением, где оно хорошо растет, у кого оно хорошо растет, то вы, наверное, видели, что полностью весь бывший колос осеменен. Семена от природы имеют достаточно высокую схожесть, которая достигает 90%. И семена вроде бы хранятся неплохо, схожесть их сохраняется. Схожесть семян сохраняется в течение 3-4 лет. Но трудности есть трудности. Поэтому я хочу в своей беседе вас просветить. И, как мне кажется, два неоспоримых доказательства того, от чего мы будем отталкиваться в выращивании дельфиниума. Первая моя ссылка в выращивании будет на ГОСТ по определению качества семян декоративных растений, как многолетних, так и однолетних. Что говорится в ГОСТе? ГОСТ нам говорит о том, что дельфиниумы однолетние, такие как дельфиниум аякса, дельфиниум полевой консолида по-латыни называется, его выращивание происходит, не выращивание, извиняюсь, а проращивание, это совершенно разные понятия, происходит при температуре 6 градусов всего лишь в течение 8 дней. Затем температура повышается до 20 градусов. Через 10 дней определяется энергия прорастания. То есть в этот период энергия прорастания, чем отличается от всхожести итоговой, в этот период наиболее сильные, наиболее жизнеспособные вызревшие семена, они то и всходят, и из них то будет самый высокий урожай и самые качественные здоровые растения. Так вот, определили энергию прорастания. И затем через 23 дня определяется схожесть, итоговая схожесть. То есть то, что будет происходить с семенами спустя 23 дня, по ГОСТу уже не имеет никакого значения, потому что это будут ослабленные растения, такие поскребыши, как говорится. Что касается многолетних дельфиниумов, таких как дельфиниум культорум, то есть это многочисленные межвидовые и межсиртовые гибриды, дельфиниум грандифлорум крупноцветковый, проращивание происходит при температуре 10-15 градусов. На 6 день определяется энергия прорастания, и на 21 день определяется общая схожесть. Вот такие условия задает нам ГОСТ. Это условия регулируемые. И неоспоримым условием является то, что проращивание до появления проростков проводится в темноте. Заглянув в свое время в святая святых, в технологический регламент выращивания растений одной крупной, не семеноводческой, а садовой компании зарубежной, европейской, я ознакомилась со следующими условиями выращивания наших любимых дельфиниумов, наших проблемных растений. То, что касается однолетних дельфиниумов, аякса и полевого, и там уже немножко другие условия проращивания и выращивания. Но, как вы понимаете, что ГОСТ ГОСТом, это наши законы на территории подсоветского пространства, а то, что касается садовой компании, которая занимается выращиванием растений для продажи, то это бизнес, который тоже должен быть надежным и, естественно, приносить прибыль. Поэтому, там условия следующие, для однолетних видов. Проращивание, вообще выращивание однолетних происходит в основном для получения срезки. И срезка производится в период с апреля по сентябрь месяц. Соответственно, под эти сроки продажные и подгоняются посевы. Посевы производятся при температуре, выращивание при температуре 10-15 градусов однолетних видов. И эта температура сохраняется и в дальнейшем. И ни в коем случае не превышает 16 градусов. Посевы производятся с февраля по август месяц. Можно также, по их рекомендациям, высевать непосредственно в грунт. Это март-апрель. Для наших средних широт это сроки могут быть сдвинуты немножко. Допустим, апрель, начало мая. И также, конечно, хорошие результаты дает подзимний посев. Где-то в сентябре-октябре месяце, снова же для Европы. Для наших условий мы ориентируемся по погоде. И, я думаю, что уместно высевать. Это дает хорошие результаты. Высевать где-то в октябре-ноябре месяце подзиму, чтобы они, как помните, мы с вами уже беседовали про подзимний посев, чтобы они не успели сильно отрасти. Потому что осенецы, естественно, могут быть подвержены сильным морозам и просто-напросто погибнут. Что касается многолетних видов. Многолетние виды, такие, как я уже говорила, что дельфиниум культурный, дельфиниум крупноцветковый, они выращиваются для получения посадочного материала. Сроки реализации этого материала – это май, сентябрь месяц. И поэтому, соответственно, производятся под эти сроки и посевы. И когда некоторые хотят сеять дельфиниум просто так вот для себя в декабре, то в этом я не вижу абсолютно никакого смысла. И посевы у них проводятся, начиная с декабря месяца по май месяц. Температура, при которой высеваются они, в течение 12-18 дней. Уже странно как-то, но работает, видимо. Температура 21-24 градуса. Снова же в тени. И только после того, как появятся проростки, допускается свет. И затем температура для всех дельфиниумов. То есть тут уже ни ГОСТ, ни эта компания не вступают в противоречие. Температура выращивания 15-18 градусов. Потому что более высокие температуры, они будут препятствовать, во-первых, формированию, закладыванию цветочных почек и других, вегетативных почек. Вот это то, что касается таких секретных данных и регулируемых условий. Да, можно посетовать на то, что мы не всегда в домашних условиях или в условиях наших дачных участков мы можем задать такие регулируемые условия. Но не стоит отчаиваться. Как я уже говорила, что наилучший вариант, это, конечно, посев свежими семенами под зиму. Но если такой возможности у вас не предоставилось, то вы, свежесобранные семена, досушиваете до окончательного сухого состояния, они в самом деле должны быть просушены, упаковываете их в бумажный пакетик, помещаете, можно поместить либо в пластиковый контейнер, либо в стеклянную баночку и укупориваете либо родной крышкой, либо пленкой или бумагой. И храните в нижней полке холодильника, не морозильника. Многие говорят о том, что очень хорошо промораживать. Промораживание не всегда дает эффект и нужный результат, потому что некоторые гибриды, они в результате промораживания нарушаются какие-то структурные связи и теряется сортность. То есть можно потом получить, это при условии, что все хорошо с этими семенами, и можно получить совершенно не ту окраску и не ту форму цветка. Что касается семян, которые вы приобрели в магазине и недобросовестный производитель их уже неизвестно сколько лет хранил и где он их закупал, ну что тут уже поделаешь, такое тоже встречается, то бессмысленно их промораживать, точно как бессмысленно ставить на стратификацию такие семена, потому что мертвое уже не воскреснет, ничем его не оживишь. Поэтому мои рекомендации будут таковы, что кроме подзимного посева и кроме того, что вы сохраняете свежие семена в холодильнике, свежие семена в холодильнике могут храниться и всхожесть при температуре 5 градусов, даже 6-8 градусов будет продлеваться до порядка 5-6 лет. То есть это очень хороший, мне кажется, результат и хорошие условия для успешного выращивания дельфиниумов. Поэтому приобрели семена в магазине в срок и сразу же помещайте их в холодильник, не вскрывая их оригинальную упаковку. Очень хорошая упаковка, когда она фольгированная такая, она плотно запечатана, нет доступа воздуха, нет излишнего испарения, не поступает влага, и семена сохраняются в такой упаковке просто замечательно, когда с ними все хорошо было до этого периода, пока их расфасовали. Для того, чтобы повысить схожесть семян дельфиниума, можно сделать простые манипуляции. Можно просто замочить их на сутки в слабом растворе марганцовки, чтобы убрать какую-то инфекцию с поверхности семян, исключительно с поверхности. И также можно провести стратификацию. Но вы же уже грамотные понимаете, что стратификация – это не просто вы их на окно положили, на балконе оставили, на холоде. Стратификация – это постоянная температура должна соблюдаться. То есть вы их помещаете. Допустим, я вот приготовила марлечку. Если семян у вас, вам посчастливилось, и семян у вас много, то вы их смешиваете либо с торфом, либо с песком в пропорции. Две части торфа, либо песка, и одна часть семян. Драгоценные малыши, выходите. Берем торф, извиняюсь, опилки. Перемешиваем. Вот семена наши видны. Можно взять с ткани, вырезать с квадратик, кружочек, как вам нравится. Бинт в несколько сложений. Марлечку. Высыпаем нашу смесь на марлечку или бинтик. Проволочкой, ниточкой закручиваем, чтобы они не просыпались. Увлажняем. Увлажняем до такой степени. Вот я отжала. И эта влажность должна у нас поддерживаться. Помещаем в баночку. Можно сверху прикрыть газеткой. Даже не без нее. И сверху с лафаном, чтобы не так быстро происходило испарение. И обмотать резиночкой, проволочкой, ниточкой, что у вас есть. В пленочке можно сделать... Проколоть. Нечем проколоть, извиняюсь. Сделать мелкие дырочки, чтобы не было задыхания. Потому что все-таки процессы уже тут начнутся. И семена будут дышать. И какие-то продукты распада будут присутствовать. Процесс недлительный. Займет у вас стратификация всего лишь неделю. Если с семенами все в порядке. Через неделю мы их извлекаем. Разматываем наше волшебное устройство. Если нет опилок, можно с амхом с фагновым. Потому что он хорошо держит влагу. Можно с мелким просеянным песочком перемешать. Если мы используем хорошие семена, то через неделю мы увидим, что уже появляются кое-где белые точечки на поверхности семян. Значит, семена хорошие, живые. Мы их снова отправляем в холодильник. Ну и уже пусть это займет несколько дней. Пусть дня. Два, три. После этого мы их извлекаем и сеем, как мы обычно высеваем наши любые другие семена. То есть мы возьмем почву, которая будет воздухо- и водопроницаемой. Это касается не только момента посева семен, но и также выращивания в грунте. Почва должна быть воздухо- и водопроницаемой. На дно горшочка я взяла керамический горшок. Насыпаем керамзит, потому что дельфиниум, наряду с тем, что он любит воду, но он не любит застоя воды. И еще одна проблема кроется во время выращивания, в том, что на тяжелых сублинистых почвах или на почвах, там, где происходит весной застой воды, то там и нас встречает засада. Беда такая. Потому что сам по себе дельфиниум достаточно морозостойкий. Он выдерживает морозы без укрытия до 20 градусов, а с легким укрытием и 40 градусов может выдержать. Но главная беда – это застой воды и запревание растений на участке. Вот у нас такая пушистая хорошая смесь. Мы ее насыпаем, потому что, возможно, здесь наши растения будут еще доращиваться до определенного состояния, смотря какова будет схожесть. Я насыпала сюда грунта, поливаем, тщательно поливаем. В дальнейшем, когда мы будем ждать появления проростков, а проростки после стратификации должны появиться через 8-10 дней, вы помните, как мы отмечали по ГОСТу энергию прорастания для многолетних – это было 6 дней, для однолетних – 10 дней, и будем поливать в нижнюю часть какой-нибудь поддончик, тарелочку, ну или что вы найдете, какой-то контейнер. В керамическом горшке будет лучше происходить потребление влаги из нижней части. Верхнюю часть мы засеем немножко песком, и сюда мы будем производить посев семян. Посев можно производить прямо с тем субстратом, в котором они прорастали, а можно будет выбрать те проклюнувшиеся растения, а те, которые не проклюнулись, оставить еще полежать, возможно, они проснутся. Вот мы распределяем равномерно их по всей поверхности наши семена. Будем считать, что прошло уже 7 дней волшебства телевидения, прошло 7 дней, они проклюнулись некоторые, равномерно распределили. Когда мы распределяем по песку, то видно, где семена. Семена не такие уж и мелкие, и они хорошо визуально определяются. Посеяли. И сверху можно немножко присыпать либо этим же субстратом, либо торфом, либо перлитом, что у кого есть. Снова сверху увлажняем уже из пульверизатора. И все-таки буду настаивать на том, что прорастание должно происходить в темноте. Такова уж эта культура. И снова помним о том, что периодически мы проветриваем. И если здесь мы видим, что верхний слой подсох, мы увлажняем из пульверизатора. Но лучшие все-таки поливы, лучшие увлажнения, это с поддона. Проветрили, снова укрыли. Конечно же, поставили этикетку, написали дату, когда мы поставили на проращивание. И ждем успеха. И я думаю, что все у нас получится. Когда мы увидим, что растения наши уже дали настоящий листик, то тогда и приступаем к пикировке. Допустим, у нас все прошло успешно и много растений взошло. Какую-то часть мы можем отсюда извлечь. В данном случае горшок достаточно высокий. И подойдет для дельфима достаточно мощная корневая система. И подойдет для дальнейшего подращивания. Поэтому какую-то часть мы можем оставить прямо вот в этом нашем родном горшочке для сеянцев. И доращивать их здесь. А потом аккуратно извлечь их оттуда и рассадить уже в отдельные стаканчики. Либо посадить непосредственно в мае месяце, или когда минуют угрозы ночных заморозков в весенних, посадить непосредственно в грунт. Но, конечно же, на отведенное, хорошо культуренное место. Как я уже говорила, что корневая система мощная, мочковатая. И у дельфиниума образуется такая, прямо, можно сказать, корзина этих корней. Они как бы распространяются по диаметру. И происходит разделение такое самопроизвольное. То есть можно потом легко делить и омолаживать материал дельфиниума. На одном месте он может произрастать, ну, очень успешно произрастать 5-7 лет. Хотя некоторые любители говорят о том, что у них там десятками лет растет. Но все-таки омолаживать кусты и стоит, потому что происходит естественное старение растения. Снова же, некоторые говорят, что деление корневища, которое, как я говорила, что очень удобно производить деление, потому что он так дифференцируется по радиусу, считают, что все равно процесс старения пошел. И даже в этих деленках уже накапливается усталость материала. Поэтому рекомендуют еще один способ размножения дельфиниума – это черенкование. То есть когда происходит весеннее отрастание, до того момента, пока не станет стебель трубчатым, с пяточкой, около корневой шейки, мы выламываем, вырезаем череночки, и они очень хорошо укореняются. Потом еще такой спорный момент – обрезать или не обрезать дельфиниум. Для дельфиниума характерно такое явление, как израстание почек, возобновление. Если мы будем срезать низко по мере отцветания, потому что у дельфиниума может быть 2-3 волны цветения, и мы, если после первой волны цветения срежем дельфиниум очень низко от почвы, то следующие почки не успеют сформироваться к концу сезона и заложить как почки побегов, так и цветочные почки для следующего года. То есть они будут слишком подвержены и заморозкам, и различным другим заболеваниям. И поэтому рекомендуют либо срезать только одно соцветие, либо срезать на высоте от почвы 30-40 см. И точно так же поступают с растением на зиму, потому что его полые побеги, если мы срезаем очень низко, то туда забивается как снег, так и талая вода, и снова это приводит к загниванию, которым грешит иногда дельфиниум, особенно на тяжелых влажных почвах. Ну а в целом, мне кажется, больше проблем у него и нет. Поэтому сейте, выращивайте на здоровье, сопоставляйте свои условия с теми условиями, которые я вам озвучила, и приспосабливайтесь к тому материалу, который у вас имеется. Успехов! Те, кто впервые с нами на канале, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!